Детское радио представляет Теперь две будет Косточкина выдержала Четыре портфеля выдержала А меня нет Вы бы еще слона на нее посадили Че? Чуть что, сразу слон Слона бы линейка не выдержала Это же не Бруклинский мост Здрасте, Агара Петровна А что, тот мост слоном проверяли? Не слоном, а слонами Слонами? А зачем? А что за мост? Это удивительное сооружение Соединяет два района Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин Его построили в конце 19 века И тогда это было Единственное в своем роде Ультрасовременное сооружение Первый в мире подвесной мост Его длина 1825 метров А опоры всего две Это огромные 83-метровые башни От них тянутся мощные стальные тросы На которых все и держится Ничего себе! Почти два километра дороги! А про слонов когда? Потерпи! Неужели тебе неинтересно, кто построил это чудо? Все 13 лет строительством руководила одна семья Проект создал архитектор Джон Реблинг Но он погиб, когда все только начиналось Дело перешло к его сыну Вашингтону Который, увы, довольно скоро серьезно заболел И тогда дело взяла в свои руки его жена Эмили Реблинг Она изучила высшую математику Сопротивление материалов Мостостроение И 11 лет руководила строительством Значит, Бруклинский мост женщина построила? Получается так Огромный мост через Ист-Ривер Восточную реку Открылся в 1883 году В первый же день его пересекли 1800 повозок И больше 150 тысяч человек А Эмили Реблинг? Она первой прошла по мосту Но потом редко там бывала Ведь с Бруклинским мостом У нее были связаны грустные воспоминания А прусланов? Терпение, косточки! С первых же дней новый мост Стал главной нью-йоркской достопримечательностью Он был разделен на три части По бокам две полосы для транспорта А посередине дорога для пешеходов и велосипедов Каждый горожанин считал своим долгом прогуляться по новому мосту Ежедневно там собирались тысячи зевак А огромное количество гуляющих всегда привлекает воришек И вот одна из дам обнаружила, что у нее украли кошелек Она подняла крик А окружающие не поняли, что случилось Через минуту толпа кричала, что мост рушится Началась паника В давке погибли 12 человек Это произошло всего через неделю после открытия моста Ужас какой! Я бы после такого на мост не ногой! Также решили жители Нью-Йорка и Бруклина Тогда это были два отдельных города Движение по новому мосту совершенно прекратилось Чтобы всех успокоить, городские власти обратились к директору цирка И он вывел на Бруклинский мост слонов А сколько их было? Двадцать один Вот это да! О том, что по мосту пройдет двадцать один слон Было заранее объявлено Об этом знали все жители Нью-Йорка и Бруклина И вот представьте, при огромном стечении народа На берегах Ист-Ривер по двухкилометровому мосту Величаво шествует длинная вереница слонов А толпа, затаив дыхание, следит за этим действом И когда слоны доходят до противоположного берега Разражаются восторженными криками Значит, помогло? Люди больше не боятся этого моста? Не боятся! Американцы гордятся этим индустриальным чудом Ведь оно появилось во времена, когда главным транспортом были конные повозки Но до сих пор исправно служат людям И куда это вы направляетесь? Вам к Марье Ивановне надо Объяснять, почему школьный инвентарь сломан Линейку не забудьте! Вот еще! Что я вам, громотвор, что ли? Да нет, елка! Просто нам с тобой не так страшно! Нет ужки! Нечего было вам на математическом инвентаре физические опыты проводить Уроки Чудесоведения